Мы проводим круглый стол, посвященный проблемам междисциплинарности и междисциплинарного исследования. Сегодня в аудитории присутствуют представители всех отделений Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. И думаю, что наша сегодня дискуссия будет интересной и крайне плодотворной. Позвольте представить вам уважаемых экспертов и участников нашего круглого стола. Щелкнов Михаил Дмитриевич, директор Института социально-философских наук, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан. Ефлова Мария Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры общей этнической социологии. Краснов Антон Сергеевич, кандидат философских наук, доцент кафедры общей философии. Котляр Полина Сергеевна, аспирант кафедры общей философии. Зарипова Айгуль Раисона, магистрант отделения политологии, руководитель студенческого дискуссионного клуба Полицкого Ротка. Силаева Зоя Владимировна, кандидат политических наук, доцент к отделению религиовидения. Игнашин Владимир Алексеевич, ассистент кафедры общей этнической социологии. Озерова Карина, ассистент кафедры общей этнической социологии. Итак, вступительное слово предоставляете директору Института социально-философских наук Щенкунову Михаилу Дмитриевичу. Добрый день, дорогие друзья, участники этого очень хорошего предприятия. Я не буду долго задерживать ваше внимание. Останавливаюсь только на двух вещах, которые чрезвычайно актуальны и для Института в целом, и в первую очередь для вас, для молодежи. Ну, сегодня развитие науки отмечено хорошо известным трендом. Трендом междисциплинарности, интердисциплинарности, мультидисциплинарности, как угодно назовите. Но тренд говорит сам за себя. Каждый из своей узкой профессиональной лодки далеко не уедет. Надо обязательно смотреть, что делается в лодке соседа, а лучше из многих лодок строить один большой междисциплинарный корабль. Это надежнее. Это характерно для развития всех отраслей науки, в том числе гуманитарных и обществовических. Казалось бы, в нашем институте есть все возможности для того, чтобы налаживать такую междисциплинарность. Ну, все вы хорошо знаете, три отделения, широчайший спектр направлений исследований и подготовки, от теологии до телевидения. Где еще вы найдете такого? Но, к сожалению, взрослые ваши коллеги, при всем уважении к нашим преподавателям, профессорам, не очень-то отличаются от такой взаимной тягой к междисциплинарности. И получается, что мы вроде работаем, мы работаем неплохо, но продолжаем каждый вариться в собственном профессиональном котле. Поэтому я очень приветствую инициативу нашей студенческой молодежи, инициативу Оли Волчковой. Но если взрослые не хотят или не могут, то рассчитывать можно только на вас. И вот тот факт, что хотя бы на уровне магистрантов, студентов, аспирантов начинает работать этот замечательный клуб, как мы его не назовем, Логос или еще как-то по-другому, это очень здорово. У вас еще мозги не засорены стереотипами, не загружены другими какими-то обстоятельствами. И может быть вы, вот с присущей юности, молодой, задорной мысли, в том числе и в науке, уже сейчас найдете точки соприкосновения друг с другом в плане науки. Социологи и философы, журналисты и политологи, религоведы и пиарщики. Здесь очень много можно и долго говорить, но это делать надо. Поверьте, это не потому, что вот мы хотим и вас заставляем, сталкиваем лбами, давайте, дружите, совместно проектируйте. Нет, потому что это веяние времени. И от того, что гуманитарии фундаментального типа, да, там философы, религоведы, политологи, социологи будут овладевать знанием журналистским, и наоборот журналисты будут что-то пытаться сделать и помогать в области фундаментарного гуманитарного, от этого выиграют и те, и другие. Я убежден в этом. Поэтому пусть расцветает сто цветов, пусть из этих цветов складывается большой красивый букет. Успеха вам в вашем замечательном предприятии. Спасибо большое, Михаил Дмитриевич. Итак, словосочетания «междисциплинарные исследования» и «междисциплинарная интеграция» все чаще появляются в обиходе европейских и российских ученых-исследователей. Термин, изначально применяемый для описания интеграции гуманитарного и естественного знания, а также их методологии, сейчас используется и для объединенной работы различных специальностей в рамках социально-философской проблематики. Общественное развитие ускоряется в геометрической прогрессии, и новые глобальные проблемы, и многогранные задачи, которые ставят перед наукой сам социум, они требуют и новой методологической инновационной основы, и новой методики их решения. Может быть междисциплинарный подход явиться одним из ответов на научные вызовы XXI века? Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Уважаемые коллеги, нам сегодня предстоит ответить на три основных вопроса. В рамках первых двух у нас предусмотрено заслушивание и обсуждение докладов, а третий блок вопросов у нас вынесен на открытую дискуссию. Прошу вас всех очень соблюдать регламент, потому что мы, к сожалению, ограничены во времени. В дополнение и комментарии к докладам я прошу не более четырех минут. Вопросы докладчику и участникам другого стола не более двух-трех минут. Первый вопрос звучит следующим образом, вы можете видеть его на экране. Что же мы понимаем под термином междисциплинарность и нужны ли сегодня междисциплинарные исследования? Я приглашаю выразить свою позицию аспирантку кафедры общей философии Котляр Полину Сергеевну. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Итак, все мы знаем, что важной характеристикой современности становится тенденция уточнения и получения нового знания с различных позиций. То есть с позиции физиологических, культурологических, психологических и других проблем к изучению реальности. Можно сказать, что наиболее актуальные и дискуссионные вопросы философии вошли сегодня именно в междисциплинарную область знаний. Вместе со стремлением к ценностному и идеологически нейтральному анализу, современные философские исследования испытывают большое влияние со стороны тех новейших методологических разработок, которые объединяют постмандерное видение изменений в различных сферах жизни человека. К таким междисциплинарным направлениям, новым для мировой науки, относят в том числе гендерные исследования, различные политические исследования, германевтику текста, межкультурную коммуникацию и ряд других. Гендерные исследования, например, как самостоятельная область научных и образовательных интересов, является собирательным понятием для современных гуманитарных теорий, таких как философских, социальных, политических, лингвистических. И такое разнообразие предусматривает теоретическую разработку новых философских аспектов данной проблемы. Безусловно, неоднократно отмечалось, что междисциплинатность современной науки нельзя рассматривать именно в отрыве от ситуации постмодерна. Как пишет виданный американский теоретик Фредерик Джеймисон, размывание старых категорий происходит буквально у нас на глазах. И в прошлом существовал некий самостоятельный язык философии, и вместе с ним вполне разграничивались другие дисциплинарные языки. Сегодня же мы, например, не можем выявить какой-то отдельный язык, какой-то отдельной дисциплины. Так, пишет еще, отмечает автор, что работы Мишеля Фуко мы не можем идентифицировать. То есть что это? Философия, история, общественная теория или пилитология. И этот вопрос для нас неразрешим, он остается открытым. Если обратимся к знаковым фигурам теории постмодерна, то необходимо отметить, что философствование выдающихся ученых часто является именно таким синтезом. То есть, например, Юлия Кристева — это и литературный критик, и социолог, и лингвист, и теодор Адорный — философ, культуролог, социолог. И так можно перечислять до бесконечности. В последнее время появилось довольно много публикаций, которые констатируют конец философии, конец философствования. И говорят, что философская теория не способна дать ответ на вызовы сначала современности, а потом с появлением постсовременности и ее вопросы. И, как пишет выдающийся физико-философ Илья Пригожин, дело будущих поколений именно заключается в том, чтобы создать такую науку, которая покончит с этими пророчествами о невозможности и несостоятельности философии отвечать на такие вызовы. И в основу такой науки, по мнению Пригожина, должно быть положено именно многовариантное видение мира. Именно такое видение мира раскрывает перед человечеством возможность выбора и в то же время накладывает на человека определенную этическую ответственность. Потому что вот эти все философско-метологические аспекты системного подхода, которые должны утвердиться, связаны прежде всего с кардинальными изменениями научной картины мира, теориями какого-то махро- и микростроения объективной реальности и в целом с новыми потребностями процесса познания. Ученые, отмечающие перспективность, соглашающиеся с Пригожиным и отмечающие перспективность такого подхода, иногда называют такое направление плюралистическим реализмом. В целом, что же такое быть реалистом в философии, означает учитывать факт существования и правомерности различных мировоззренческих подходов, сохраняющих вот эту вот возможность и способность к развитию. И вот эта потребность, она требует от философа прежде всего способности учитывать позиции других ученых, других философов, и их подходов, и особенности их мышления. То есть проблема заключается в том, что мир настолько разнообразен именно в качественном отношении, а мы обладаем таким мышлением, которое склонно к дуальности, но чаще даже к моноидейности. И для нас важно, что мир представлен именно как целостная система, которую мы пытаемся каким-то образом определить и дать ясный, четкий ответ единожды, не пытаясь продолжать свое исследование в его именно развитии. Новый взгляд требует нового языка, и поэтому необходимо преодоление классических философских категорий, например, детерминизма и индиторминизма, и для других. А также необходимо отказаться от тех претензий, о которых я уже упоминала, то есть именно знания какой-то некой конечной картины мира. И мировоззрение таким образом должно претерпеть изменения в том плане, что оно должно стать открытой системой. Мы находимся, как ни странно, в начале развития науки, и задача, стоящая перед будущими поколениями, как отмечает и Пригожин в том числе, заключается в том, чтобы создать новую систему, которая объединяла и макроскопические, и микроскопические аспекты изучения контекста Пригожина о Вселенной. Но мы можем перенести этот контекст на изучение общества, так как мы, прежде всего, рассматриваем гуманитарные науки. Именно в гуманитарных науках заложена возможность бесконечного расширения диалога, прямых и обратных связей. Вот этот идеологизм научных сфер, даже воспользуемся термином «хтина», полифонизм научных направлений, это необходимый и важный для современной стадии толчок, который, когда философ мыслит в традициях классической философии, то он уже не сможет помыслить ту культуру, в которой он необходимо сейчас находится. Только понимание, что сейчас картина постмодерна, и к ней невозможны подходы предыдущие, они просто не срабатывают. Только с обретением этого понимания начинается уже новая наука, начинается синтезирование нового знания. И так в теории не может быть некой единой формы освоения культурных процессов. Отсюда необходимый ярко выраженный междисциплинарный характер. И, безусловно, в этом отношении между отдельными дисциплинами не следует забывать о методах какой-то одной конкретной области. То есть, например, в социологических исследованиях не следует как-то принижать значение именно социологических методов. Но я разделяю точку зрения, что междисциплинарность выражается именно в применении идей и результатов других наук в каком-то конкретном исследуемом вопросе. То есть, каждая наука находится в отношении друг к другу, как, если можно так выразиться, я и другой в эксистенциальной философии. То есть, науке, чтобы понять себя, необходима какая-то другая наука. Я говорю о современной ситуации. Чтобы для конституирования и вовремя своих вопросов через другую область научных интересов дать какие-то новые ответы и прояснить свое имеющееся знание. У меня все, я готова выслушать ваши вопросы. Спасибо большое, Полина Сергеевна. Уважаемые участники, вопросы, комментарии. Да, у меня есть вопросы. Ну, в первую очередь, Полина Сергеевна, Философ, мыслящий его классической философии. Что я не могу сегодня на днях сказать? Во-первых, во-вторых, постмодернов. Сегодня складывается ситуация уже автор постмодернов. Так ведь? А вас не смущает то, что постмодернов как приколой вообще вся эта традиция науку как приколой отрицает и сводит исследование в поле субъективного? Не потому, что этот факт объективен, не потому, что он реально существует. Как существуете вы, существу я. Это сводится к одной такой простой формулировке, которому можно выразить как «за окнами тошно, я в него не верю». Отмечу, что постмодернизм все-таки явился явлением очень локальным. Во Франции, да. Но в Европе сейчас постмодернов как приколой не присутствует. Дорида и прочие ушли все-таки в область польшей инвестики, в американскую школу. Все-таки вот хотелось бы по поводу моих замечаний, просто ваши комментарии такие. И да, по поводу Фуко. Вы сказали то, что по мнению некоторых его нельзя отнести ни к историкам, ни к хилософам, ни к кому-то еще. А может быть, он не был ни историкам, ни к хилософам? Он был просто мыслительным. Это вопрос из разряда такого. Можно ли считать ни за счет философа? Вот ни за счет философ или мыслитель? Ну, безусловно, больше и того, и другого, и что-то, что не подлегается определенным научным определениям. Я же довольно вольно обращалась с понятиями космодерности, научности. Но это было необходимо, чтобы показать, что так или иначе постмодерн давал какие-то модели культуры. Может быть, эти модели культуры были, по моему мнению, они были довольно адекватны той культурно-исторической ситуации? Вот. Это поколение 68-го года, да, французское. В 69-м году был, собственно, свержен уже шар этой воли и так далее. Это осталось таким призывом времени. Ведь основной лозунг какой был? Иниципируй все, освобождай все. Мысль, соответственно, освобожденная от аков какой-то систематики, формальной логики, классических философских традиций, она оказалась, в общем-то, предоставлена самой себе. Ведь философия постмодерна – это постструктурализм, отрицание всяческой структуры. Соответственно, да, здесь есть очень положительная тенденция, такая тенденция, которую нужно назвать освобождением мыслей. То есть мы можем мыслить не так, как нам предлагал мыслить Гегель в рамках такой-то логики, как нам предлагал Аристотель. А мы можем мыслить абсолютно, безгранично, безструктурно, без систем. Можем мыслить то, как мы хотим. Это вот критерий, это та революция, которая перешла именно к философию. Но не осталась она все-таки объективной реальности. Мне кажется, что постмодерн… Вот я попробую зайти через такой синергетический подход, возможно… А вот синергетический – это уже а вот. Да, то, что существование некой равновесной системы вот этой научности, какого-то теоретизирования, разрушается с приходом, с возникновением, с попаданием в эту ситуацию постмодерна, когда научный дискурс оказывается невозможен, даже если вот мы допустим, что постмодерн и наука у нас стоит совершенно отдельно. И после постмодерна, безусловно, эта категория довольно подвижна и трудно определить, где же начинается автопостмодерн, вообще начинается ли автопостмодерн. То есть, все равно этот этап сыграл ту роль, которая актуализирует для нас сейчас именно междустеплинарность. То есть, если бы мы находились в XVIII веке, то у нас бы не возникало таких вопросов. Нет. А после переживания XX века, то у нас… Ну, во-первых, вы сказали о постмодерности, о состоянии постмодерна, о работе Жан-Консу Алиатара, как я понимаю. Так вот, собственно, вся самая большая идея этой работы, о состоянии постмодерна, сводится к одной очень привиальной вещи, что мы должны отринуть нарративы, большие и малые нарративы. Но, тем не менее, та металлогическая форма, в которой утверждает это Жан-Консу Алиатар, она превращается в утверждение другого нарратива. Отрицание нарратива становится именно вот этой самой большой идеей. То есть, изначально в постмодернистской традиции заложено то противоречие, которое ее полностью разрушает. Это, во-первых. Во-вторых, каждый из дискурсов постмодернистских, ну, будем немножко неправы, назовем различные философии, да, телеза, там, отдельно, не знаю, фуко и всех прочих, отдельными дискурсами. Так они же абсолютно герметичны. Они никоим образом не пересекаются друг с другом. Та проблема, которая может быть решена в рамках на муологическую или шизоаналитического проекта телеза и квартали, она абсолютно нерешаема, допустим, санитарная фуко или дэридэ. Почему? А потому что вся научность, как такова, во-первых, она отрицает, а во-вторых, все мышление соединено в рамке субъектива мышления. Потому что я так считаю, единственным критерием научности является мнение. Ну, у нас с вами спор будет продолжаться, потому что я все-таки оставила несколько другую позицию и не готова ее вот так просто отдать. В спорте. Может, сюда поспорить, давайте пришли, поспорить, чтобы интересы были. Ну, мне кажется, вот любые отдельные, даже каждый авторский, такие модернистские дискурсы, они тем не менее, как мне кажется, потенциально по отношению друг к другу. То есть вы утверждаете совершенно обратно, но для меня это некоторый такой единый процесс, где все взаимосвязано. То есть у меня вот такое видение их разрозненности. А вам не кажется, что это больше является наука и искусство? По словам, как искусство, не как наука, даже не как велосипеда. Безусловно, но в искусстве не может быть никакой дисциплинарности. Удивительно то, что вот это явление, вот это вот искусство, постмодерн как искусство, оно вышло за рамки самого себя и сделало неравновесным, сделало вот эту вот, именно область научного знания, такой неустойчивый, как она расшатала буквально, по моему мнению. И именно благодаря вот этому переживанию постмодерна наука как-то стала преодолевать саму себя и стала сомневаться в своей научности. Вот это, безусловно, феномен, который требует дальнейшего и более детального рассмотрения, мне кажется, это довольно продуктивно должно быть. Можно прерывать, что спор не надо долго. Просто исходя из вашего спора, у меня сложилось мнение о том, что науки на сегодняшний день как таковой не существуют. Как бы так это или не так? Мы говорим, то есть, вот именно что, по исследованию, либо мы говорим о том, что действительно сегодня науки нет, есть исследования, можно сказать, междисциплинарные исследования, которые будут заниматься тем, что актуально, да, или нет. Тогда это будут несколько прикладные исследования, но не будет, в смысле, междисциплинарных исследований, я не знаю, как основывается науки. Вот исходя из спора, как представляете, что сегодня науки? Опять же, я высказываю мое мнение, к чему я пришла в ходе своего, своего готова к докладу. Вот эти все сложные процессы, которые есть сегодня, называем, будем называть это мы современностью, либо постсовременностью, проблемы, они наследуются довольно, то есть нет такого раз и навсегда закрытой решенной проблемой. Необходимо создание какой-то метод теории, то есть такого феномена, который бы объясняло все процессы, как бы в их совокупности. Но с этим могут справиться не отдельно существующие дисциплины, а некоторые такие коллективные системы, то есть именно вот эти междисциплинарные конгломераты, условно назовем их, то есть которые будут едино подчиняться именно целостному осмыслению вот этого глобального процесса через какие-то решения частных довольно то есть запутанных проблем. То есть у нас именно биология с химией, физика и все это намешано, и тогда они могут дать ответ, что же это вот за глобальный процесс. То есть мне представляется важным именно идти от решения каких-то частных проблем, которые откроют нам именно глобальный смысл Уважаемые коллеги, есть еще вопросы, комментарии, дополнения? Спасибо большое, Полина Сергеевна. В рамках этого вопроса в рамках этого вопроса по поводу актуальности междисциплинарности междисциплинарных исследований было бы очень интересно услышать мнение Марья Юрьевна Ефловой по поводу того, что же представляет собой междисциплинарное исследование, взгляд социологов. Марья Юрьевна, я попросила бы вас. Если речь идет о социологии, то когда я слышала эту дискуссию, естественно, я думала об объекте исследования. Что такое междисциплинарность? То есть, предположим, есть какая-то социальная проблема, предположим, употребление наркотиков или ВИЧ-инфекция, и, соответственно, все ученые, медики, политологи, социологи, психологи пытаются как-то понять, что происходит в этом объекте, что происходит в этом поле. Но здесь что такое? Это содружество наук при решении какой-то социальной проблемы или это надреальность, какая-то или новая надстройка, то есть объединение, система знаний, какая-то принципиально новая, которая пытается понять эту социальную проблему. То есть, что мы понимаем междисциплинарностью с точки зрения социологии при решении какой-то социальной проблемы? То есть, или это все-таки объединение, вернее, не объединение, а каждый варится в своем поле и при помощи собственного инструментария пытается решить эту социальную проблему, один объект, но различные решения с учетом позиций друг друга? Или это какое-то надсистемное социальное знание с принципиально новой методологией, системой, методами исследования? То есть, для меня это остается вопросом. Я, наверное, за первый случай, то есть, когда как раз есть объект исследования, при этом присутствуют отдельные общественные, социальные, гуманитарные знания, которые по-своему пытаются развернуть этот объект и остаются со своими методами, методиками и делятся своим пониманием. методики. большое, Марья Юрьевна. Я думаю, что мы сейчас можем перейти ко второму вопросу нашего обсуждения. Итак, для науки, пожалуй, важнейшим был, есть и остается вопрос методологии. Каковы же особенности методологии междисциплинарных гуманитарных исследований? А на этот вопрос, я надеюсь, нам в своем докладе ответит ассистент кафедры общеэтнической социологии, прошу прощения, Игнашин Владимир Алексеевич. Надеюсь, мое выступление оправдает кредит аплодисментов, который был мне выделен. Мое исследование, в общем-то, я очень рад, что передо мной выступила Мария Юрьевна, потому что после разговоров о творчестве французских постструктуралистов, наверное, мой доклад будет выглядеть просто как такой империзм, совершенно конкретный, такой какой-то приземленный. Поэтому я рад, что Мария Юрьевна немного рассказала о том, как социологи видят перспективы междисциплинарных исследований, потому что как раз-таки мой доклад на эту тему. Я очень надеюсь, что моя презентация тоже загрузится в ближайшее время, потому что пока что она что-то очень так неторопливо. Вот я вижу 10% написано, хотя у меня там никаких, давайте попробую еще раз запустить, никаких особо там картинок или видеоматериалов там нет. Вот, поэтому что-то у нас такая небольшая техническая замена. Вот, давайте я пока расскажу о моем докладе, о том, какой проблематикой я занимаюсь. Вот, ну и в общем-то у нас в нашей стране есть несколько исследовательских лабораторий, которые этой проблемой занимаются. Это социологический анализ блога сферы, то есть социологический анализ блогов. Вот, что-то он никак не может загрузиться. Вот, и собственно целью моего сегодняшнего доклада является доказательство и демонстрация того, что блоги социологи своими только силами изучать не могут, что обязательно в этом изучении, в этом исследовании необходим междисциплинарный подход. Вот, в общем-то это основано и на моих собственных наблюдениях, и на наблюдениях. Ну, вот если брать самую такую известную лабораторию интернет-исследований в России, то это Ленис, то есть это петербургская лаборатория интернет-исследований, в которой совместно работают социологи, лингвисты и программисты. Вот, которые совместно разрабатывают, соответственно, программное обеспечение. Так, что-то он никак не хочет грузиться. Просто дело в том, что я всегда, когда я готовлю презентацию, я стараюсь не готовить отдельно текст, потому что начинаю разрываться, начинаю лишнее что-то говорить, вот, то, о чем в презентации, собственно, не рассказывается. Но, к сожалению, пока что, пока что она не грузится. Вот. Ну, что такое блоги? Я думаю, большинство из вас примерно представляет. Блоги – это специальный сайт или некая страница на сайте, являющаяся собранием текстов в хронологическом, чаще всего в обратном хронологическом порядке, которые представлены, и которые все находятся в свободном доступе или какая-то часть находится в свободном доступе. Также, возможно, их комментирование, вот, если это не запрещено какими-то особыми, там, указаниями, например, автора данного блога. Вот. В этот раз, в этот раз презентация вообще не хочет грузиться. Ну, ладно. Вот. Блоги, в общем-то, они появились еще в середине 90-х годов, а в России появились в начале 2000-х годов, и практически сразу же, вот, если, ну, до этого, в общем-то, они воспринимались просто как личные дневники, то где-то к середине 2000-х годов они становятся объектом интереса, что ли, социологов, политологов, лингвистов, но в особенности социологов именно потому, что там появляются люди, которые начинают писать не какие-то личные свои впечатления описывать, а описывать какие-то социальные проблемы. И таким образом можно сказать, что благосфера в категориях Хиллгартнера и Боска является публичной ареной, то есть местом, где проблемы конструируются, где они отбираются и где они публикуются. То есть местом, в которых, собственно, и создаются социальные проблемы, как их понимают конструкционисты. То есть это некие условия, по отношению к которым утверждается, что они вредны для общества и что их надо как-то исправлять. И, соответственно, благосфера, любая публичная арена имеет свои ограничения, такие как бюджет, время, выделяющееся на какое-то там обсуждение и так далее. Благосфера, она, в общем-то, рассматривалась в таком либеральном, если не сказать либертарианском, каком-то утопическом немного представлении, что благосфера есть публичная арена абсолютно без каких-либо ограничений пропускной способности. То есть благосфера способна на конструирование всех проблем, которые в нее попадают. То, что блогеры независимы от власти, они являются некой альтернативной формой СМИ... О, спасибо. Да, вы просто... Просто какое-то волшебство. Спасибо. Вот, так. Вот, и рассматривалось это все вот в таком вот ключе. Ну, здесь вот классификация блогов. Я не стал о ней говорить. Я больше уже сказал немного про историю. Ну, в общем-то, просто какие бывают блоги, они бывают личностные, то есть посвященные личным переживаниям человека, либо тематические, например, посвященные путешествиям, котикам и многим другим популярным в интернете темам. Другая классификация – это по направленности, то есть когда предполагается, что человек просто пишет, но не отвечает потом в комментариях. Или диалогические, когда задается какой-то вопрос, и потом в комментариях он обсуждается. Далее по стилю, объективно или неформально. То есть объективно – это по сути как бы язык СМИ. Вот. И стараются блогеры именно как-то объективно передать им информацию. А неформально – это там, где, опять-таки, люди, не сдерживая себя какими-то ограничениями, в том числе и этическими, высказываются по какой-либо проблеме. По авторам личные или коллективные существуют коллективные блоги, в том числе и в LiveJournal'е. Это ни для кого не секрет. И по характеру публикуемых записей, с уникальными записями, то есть авторами большинства записей является сам автор этого блога. Или фильтр-блоги, то есть те, в которые просто отбираются какие-то популярные записи. Вот. Возвращаясь к теме ограничений как публичной арены. В 2008 году канадский социолог Рэй Маратти описал те ограничения, которые мы можем приписать благосфере как публичной арене. Во-первых, это иерархическая структура. То есть мы не можем говорить, что все блогеры, например, что все они равны. Что все блоги для нас одинаково важны. То есть блог, который находится на первом или втором месте в списке LiveJournal'а, который находится на миллионном месте в этом же самом списке, это будет разный уровень в этой самой иерархии. Далее. Это скорость восприятия проблем читателями. То есть читатели блогов не могут посвятить всю свою жизнь только чтению этих блогов и, так сказать, впитыванию каких-то социальных проблем, узнаванию. Далее. Это частота обновления. То есть сам блогер не может бесконечно сидеть и строчить эти самые тексты. Но здесь можно поспорить с Маратти, потому что, в общем-то, у большинства популярных блогеров есть целая компания людей, которые на них работают, которые сами же за них, в общем-то, в большинстве случаев все делают. И поэтому здесь уже принцип ограничения по частоте обновления, он не настолько работает. Далее. Это усложнение проверки. То есть нет доверия к блогерам. И однородность групп блогеров. То есть, в принципе, блогеры демографически и социально являются примерно однородной группой. Ну и в случае с Россией, я выделил здесь, потому что это я сам добавил в скобочки, это правительственная цензура. То есть какая-то запись в блоге может быть запрещена Роскомнадзором, как носящей экстремистский характер или ущемляющей чьи-то чувства. Вот. Так. И вместе с тем, несмотря на все эти ограничения, чем интересно изучение блога? Вообще, вот я говорю, что здесь по поводу междисциплинарности я больше ориентировался именно на междисциплинарность между социологами и IT-специалистами, программистами. Вот. Почему социологи заинтересованы в изучении блогов? Во-первых, материал не требует перевода в цифровой формат. Ну, кто когда-нибудь сталкивался с логическим исследованием на анкетах, прекрасно знает, что там потом это все переносится. Это все надо переносить в цифровой формат. Это все надо переписывать, категоризировать, а здесь уже у вас все готово. Все в цифровом формате готово для последующего анализа. Дальше нет навязывания тематики. Это очень важно. Когда вы спрашиваете у человека в анкете, например, как вы относитесь к празднику Хэллоуин, вы ему навязываете эту самую тематику. Он в жизни мог вообще никогда об этом не думать. Если же он высказывается об этом в блоге, значит, у него есть хоть какое-то мнение об этом. Можно предположить, что блогеры, авторы текстов, авторы записи, они каким-то образом навязывают тематику, но никто не обязывает этих людей это комментировать. В случае, когда имеется анкета, и человек уже согласился, он не чувствует себя в праве отказаться от данного вопроса, например. Следующее – это анонимность блогеров и то, что они свободнее выражают свои мысли. Здесь тоже, опять-таки, очевидно, когда вы спрашиваете, например, человека, который стоит около своей квартиры, он подозревает, что, скорее всего, этот опрос не будет до конца анонимным, потому что, как минимум, вы запишите номер его квартиры. А здесь же люди, в общем-то, себя, будучи под какими-то никами, аватарками, они себя чувствуют более в анонимной среде. И доступность новых и старых записей. То есть, не обязательно следить за этим в режиме онлайн, можно взять там записи все за последние пять лет и смотреть, как изменялось отношение человека к этой проблеме. IT-специалистам изучение блогов интересно тем, что, во-первых, это работа с большими данными, так называемой big data. В общем-то, модный тренд сейчас в IT, в IT-технологиях, то есть, очень большие объемы можно получить данных из благосферы. Во-вторых, это разработка алгоритмов как качественного, так и количественного анализа. То есть, здесь могут быть всякие там семантические анализы, там сетевые, там всякие визуализации, много-много-много чего. То есть, там, в общем-то, почти нет ограничений, что анализировать. Можно там анализировать группы, можно анализировать отдельных блогеров, отдельные записи и так далее. Ну и практическое применение результатов. То есть, IT-шникам не очень интересно изучать числа просто так, например, или слова просто так. Им интереснее, когда это может за собой вести к каким-то выводам. Вот. Но вместе с тем, в чем состоит сложность социологического анализа блогов? Вот здесь вот я больше смотрю не с точки зрения IT-шников, а с точки зрения обычного человека, обычного социолога, который вот один сидит перед компьютером, и все, у него вся благосфера перед ним, что называется. Во-первых, это огромное число новых записей. Вот наверху слева, в российском LiveJournal примерно 10 тысяч записей ежедневно. Получается, что, например, если мы хотим там как-то делать выборку, то нам это будет достаточно сложно делать, потому что это все постоянно обновляется. Пока мы проверяем одни, уже появляются новые записи и так далее. Далее, невозможность постройки выборки блогеров, потому что, ну, традиционно социология использует там квотные выборки, она выбирает респондентов, например, там вот люди такого-то там возраста, люди такого-то там пола и такого-то социального положения. Вот. Применить к блогерам подобную тактику невозможно. Во-первых, потому что мы не знаем их демографических характеристик, никто их не обязывает их указывать. Во-вторых, потому что они анонимные, в принципе, они могут понаписать все, что угодно. И, в-третьих, потому что личность блогера не столь важна. Мы вообще не знаем, один ли это человек, или это какой-то там коллектив, который выдает это все за одного, как бы за работу одного человека. Вот. Далее, невозможность охвата тематической структуры блогов. То есть, нельзя сказать, что, например, этот блогер пишет только про путешествия, а этот только про котиков. Он может писать про что угодно. Вот. И поэтому невозможно тематически именно сами блоги как-то разделить. Ну и трудности поиска по ключевым словам. Например, вы там вводите какие-то ключевые слова в поисковик, и по данному сайту ищите. Здесь какие проблемы? Здесь, во-первых, дублирование при использовании многих слов. То есть, если вы захотите охватить все слова возможные ключевые, то тогда у вас будет постоянное дублирование текста. Во-вторых, ограниченность тысячей результатами. То есть, ну, во всех поисковиках 100 страниц по 10 результатов. И не случайность поисковика. То есть, у него есть выбор либо по дате, либо по релевантности. По релевантности он вам выберет самые популярные, а не просто случайные записи. Но так или иначе, отдельная запись является основной единицей анализа. То есть, вопрос стоит в том, как отбирать отдельные записи. Да, хорошо, хорошо. Ну, ладно, про сложность анализа комментариев. Это уже мои собственные, как бы то, что я уже обнаружил. Здесь, в общем-то, это в целом понятно, что комментарии еще сложнее, чем просто, например, как-то анализировать. Но что, вот если переходить уже к некритической, а именно положительной стороне вопроса, опять-таки, пример Петербургской лаборатории интернет-исследований, он, что они делают? Они делают так называемое тематическое моделирование или тематическую категоризацию. Они выгружают, например, все записи за две недели. И после этого у них там работают и социологи, и лингвисты, и программисты. Они определяют, например, 120 самых популярных тем. Потом уже в этом списке отбираются, потом по темам отбираются определенные записи. И эти записи, каждый из них имеет случайную вероятность попадения в эту категорию. Вот. Таким образом, через загрузку всей генеральной совокупности всех записей, например, за две недели, из этого только, ну, как они считают, можно выбрать действительно более-менее репрезентативную и хотя бы случайную выборку постов. Вот. То есть, что я хотел сказать. Вот. Вот когда вот я фокусировался вот именно на этом слайде о сложностях социологического анализа блогов, я хотел сказать, что один социолог, скорее всего, ну, практически беззащитен перед благосферой. Но поэтому благосфера ему очень интересна. Соответственно, благосфера должна изучаться социологами совместно. И не обязательно только, например, социологами. Здесь-то может быть и лингвистические, и политологические, кстати, тоже исследования. И я думаю, в целом, так или иначе, если мы касаемся благосферы, а эта тема очень интересная, то использование информационных технологий и сотрудничества с IT-специалистами, оно практически неизбежно. Вот это то, что я хотел рассказать. Вкратце у меня не получилось, но, надеюсь, вы не сильно утомились. Спасибо. Уважаемые участники, вопросы, комментарии, дополнения? Нет вопросов. Понимаете, я пыталась демонтировать как-то, а то у меня слишком такой прострастный вопрос. Вот вы считаете, что именно на примере социологического и IT-исследования благосферы можно получить какое-то новое знание о благосфере, которого еще нет, но вы его предполагаете? Ну да. А объяснение самого этого финанса просто мне поражает, что в моем понимании, как он философский, как он вот таков, что интернет – это такое виртуальное пространство, которое больше относится к мифу. Оно сильно мифологизировано. Вы никогда не сможете выяснить, накручены там просмотры у блогера или не накручены. Будет, вот вы сегодня изучили, устали, вы испытали, завтра проснулись, нет этого блога. То есть вот эта, ну, как бы, не гарантированность ничего не смущает вас, как именно такого классического социолога, ну, как бы, ориентированного на какие-то исследования привычные, обращаться к мифологу? Ну, это как раз то, о чем я тоже хотел пару слов сказать, что действительно это необходимо учитывать. То есть, если, делая выводы по любому исследованию интернета, не обязательно даже в блогах, в тех же социальных сетях, например, и даже просто на сайтах каких-то, если мы что-то рассматриваем, это всегда должно учитываться и никогда не должен этого социолог скрывать. Но мне кажется, что при тех объемах, которые можно, вот, совместными усилиями, при тех объемах материала, которые можно охватить, мне кажется, это будет вариация в пределах статистической погрешности, если брать, например, количественный анализ какой-то. Или, если, например, выбрать построение сетей. Вот, то есть, ну, как человек, изучавший там комментарии в блогах, вот, могу сказать, что в целом есть, есть такое, действительно это есть, но это не настолько значительно, как чтобы, например, опровергать полностью результаты исследований. То есть, это должно учитываться, это должно входить в выводы, например, по исследованию, но это не означает, что результаты исследований могут быть аннулированы на основании этого. Да. Вот, когда мы пишем какие-то философские исследования, философские работы, у нас часто обменяют то, что где от вас практические пользы. А тут вот тоже, опять, такая ситуация, где от вас будет практическая польза для, ну, именно в исследовании блогов, для реальности. Ну, если брать конкретно Россию, если брать конкретно Россию, то в России так или иначе блоги рассматриваются все равно как альтернатива существующим СМИ. То есть, несмотря на все вот эти вот там, то, что они ссылаются, например, на СМИ, то, что часть из них там может быть властно-ангажированной, все равно это воспринимается как некий такой клапан, что ли, я не знаю, выпуска пара. Вот, поэтому в этом случае мне кажется, что вот именно в России, мне кажется, что есть практическое применение. То есть, вот, например, в сравнении, как вот в этой вот альтернативной, так сказать, насколько может быть, например, отличается в блогах, в благосфере, если там брать, например, в сумме какую-то позицию по вопросу, от позиции СМИ, например, или наоборот, даже можно и наоборот рассматривать, то есть, насколько блоги являются зависимыми от традиционных СМИ. Мне кажется, эти результаты, они имеют практическое значение. Я могу вас перфорсировать. То есть, получается, ваши исследования будут работать на укрепление господствующей диалоги? Нет, не обязательно. Если будут... По-моему, социология, она, в принципе, если она более-менее репрезентативная и правдивая, она практически всегда работает на подрыв существующей диалоги. Да, вот это вот другой вопрос. Но нет, здесь речь ведь не идет о том, чтобы, как сказать, делать из этого некие рекомендации, например, для властной элиты по тому, как потом с этими блогерами, как их там переубедить или какие-то другие меры к ним применить. Поэтому не знаю, что еще можно ответить по поводу идеологии. Да, вот. Ну, теперь, пожалуйста, эту ситуацию сейчас, вот на этой волне, внимание, что мы хотели, что это большое, да? Множество коммерческих структур заказывают на рейтинговые исследования, некоторые, которые касаются рейтинга, снимателей, которые как-то всплывают в интернете, в блогах, в связи с именами природных политиков и так далее. И вот на последней конференции Рушинской 2015 года, это будет вопрос, насколько можно выбирать эти данные и насколько эта сфера сейчас коммуницирующая. То есть, появляется какая-то IT-компания, какой-то экономический центр, который говорит, я разработал программу, вы забиваете имя политика, там, ключевые слова, и получаете результаты на данных, как там думают, не знаю, россияне, а, не знаю, пути, например. И вот вы можете наблюдать, что все это здорово, все это красиво, и стоит определенную сумму денег. В принципе, если я, по-моему, слушаю программистов, это звучит очень так научно и здорово, но как социолог может оценить и отреагировать на такие вот комплексные продукты, которые предлагают здесь сейчас, быстро нажав на кнопку, получить какой-то результат по социальному, там, не знаю, рейтинге, реабилитическому и так далее? Я думаю, что подобные исследования обязательно должны проводиться совместно с социологами, то есть социологи не должны этому противодействовать, они, наоборот, должны сотрудничать. Потому что я думаю, что так или иначе, если существует такая тенденция, остановить ее будет невозможно. Соответственно, не лучше ли тогда повысить качество этих же самых исследований и челюст как раз-таки то самое сотрудничество. Это дороже намного. То есть, кто нужно платить? Кому нужно платить за качество, когда можно сказать, что вот там. А у нас за одну минуту в контакте появляются около 300 тысяч сообщений. То есть, вам это же здорово, это убеждает любого политика, когда скажут, что мы проанализировали 600 тысяч сообщений в минуту, а анализировали не одну минуту. То есть, там, огромные данные. Это убедительно. Ну, это уже тогда вопрос о том, что называть социологическим исследованием. Тогда, значит, это просто не должны называть социологическим исследованием, потому что социологическим исследованием сегодня что только не называют. И это тогда будет лишь один из примеров некорректного использования словосочетания социологического исследования. То есть, если это исследование проводится без какого-либо социологического, как сказать, ну даже не сотрудничества, может быть, социологами, но хотя бы какого-то консультирования, то, соответственно, это уже лежит не в рамках социологии, а, например, может лежать только в рамках простой математической статистики и результатов этой математической статистики. Я бы хотела добавить, здесь речь идет просто об обрезке большими числами, то есть не идет речь о репрезентативности, о достоверности, у меня здесь, естественно, огромный вопрос, что можно поднимать под этой информацией, как ее перспективы. К сожалению, вот такие исследования очень часто выносятся, ну как что-то научное, то есть какие-то результаты, они публикуются, ну да. И с этим сложно, мне кажется, отдельному ученому как-то с большими геометрическими структурами спорить. Ну это да, но это уже да, это немножечко, здесь социологи могут это как-то противодействовать, но так или иначе, просто скорее вопрос именно в том, как это будет называться. Потому что если, например, бывает, то иногда с логическими исследованиями называют, когда там опрашивают людей на улице стихийной выборкой, и здесь, в общем-то, это примерно та же самая ситуация. То есть это просто вопрос некорректного использования терминов. Так, еще вопрос есть? Спасибо. Спасибо большое за выступление, за вопросы, комментарии. И мы с вами переходим к третьему, последнему блоку наших вопросов. Здесь мы не предполагали выступления докладчиков, то есть это дискуссионный блок. Здесь я предлагаю участникам, зрителям, слушателям высказать свое мнение по поводу данных вопросов. Итак, первый вопрос звучит следующим образом. Что может дать междисциплинарный подход молодым специалистам? И второй вопрос, напрямую связанный с ним, выиграет ли система высшего образования от внедрения в процесс обучения междисциплинарных практик? То есть вопросы очень широкие, есть о чем подискутировать. Уважаемые коллеги, я прошу, кто хочет высказаться. Да. Я пару слов буквально продолжу. На второй вопрос, относительно социологов, точно да. Потому что знания, как быту технологии и хотя бы базовых языков программирования современному социологу совершенно не помешают. Ну да, это вот напрямую связано с как раз-таки вашим выступлением, тем, о чем вы говорили, в содействии IT-специалистов, социологов. Просто дело в том, что вот если смотреть на наших студентов нынешних, которые у нас сейчас учатся, большинство из них хотят изучать интернет. А если они хотят изучать интернет, значит они должны иметь какое-то представление о том, что они, собственно говоря, изучают и как они это будут делать. Поэтому мне кажется... Ну да, и здесь необходимо раскрывать различные аспекты данного явления, которые, в общем-то, очень широко и обширные. Ну, действительно, вопрос даже, наверное, можно сформулировать несколько шире. Выигрывает ли система высшего образования от внедрения междисциплинарных практик. То есть вопрос о том, хотим ли мы получить на выходе из вуза студента, который обладает некими универсальными навыками, универсальным набором методологическим. И плюс это или минус все же. Да, Полина Сергеевна. На второй вопрос у меня однозначный ответ, что система высшего образования, безусловно, выиграет. Но первый вопрос не так однозначен и не так просто, как может показаться. Потому что, на мой взгляд, существует два аспекта междисциплинарного подхода. Первый аспект, когда философ учится правосовствовать, социолог учится высчитать, проводить сиологические исследования. И потом мы вместе идем и делаем какое-то грандиозное исследование, от которого выигрывает система высшего образования. Это одна область, одна ситуация, когда мы именно научаемся быть в компании с кем-то, то есть в команде с каким-то другим специалистом. Второй же аспект, это то, что междисциплинарному подходу научается один человек. То есть философ, который знает политологию, который знает социологию, и он у нас становится даже лучше, чем чудовище универсальность. Он может все, он, безусловно, такой движитель науки. Но вопрос был, от кого больше пользы и от кого больше выигрывает система вот этого высшего образования. От одного специалиста, который является всем, или от каких-то общностей узкопрофильных людей, которые могут развивать знания. То есть вот это для меня, например, неоднозначный и нерешенный вопрос. У меня, по этому поводу закону, и другая нерешенная нерешенная, по поводу того, что сегодняшняя реформа образования, они как раз привели к тому, что система образования не предназначена для того, чтобы давать знания. Она предназначена для того, чтобы наши студенты начали обладать какими-то инструментами, компетенциями, которые позволят им в дальнейшем работать. И даже, ну так скажем, в междисциплинарных как раз областях, а нежели в своей области. Не только, точнее, в своей области знания. И тем самым как бы утрачивается вот то, что мы говорим в этом области, то есть именно знания как таковые. И поэтому, действительно, если мы говорим о специалисте, то он может обладать, наверное, как раз навыками определенными, междисциплинарными. То есть каждый студент, а нежели в этом, один, который участвует, например, в каком-то исследовании и так далее. Но другое дело, что будет ли этот специалист обладать как раз теми знаниями в политологии, в социологии, в журналистике. И вот здесь у меня как бы однозначный ответ нет. То есть человек, да, может научиться каким-то механизмам получения информации, информации, анализа информации. Но обладать конкретными знаниями в той или иной области он при этом не будет. И как раз вот доклад по поводу блогов, он это докажет. То есть, если вы обратите внимание, то в докладе были цели, которые преследуют психологи, цели, которые преследуют, например, айтишники. И они расходятся, и результаты у них расходятся. И вот здесь, например, для меня как политолога, прежде всего, интересно, но не прозвучало то, что блоги как раз используются как, в том числе, как механизм мобилизации, а не как принесения для них информации, которая может быть, да, действительно расходятся в социальных средствах информации, но по-разному используются в людях в зависимости от того, как они понимаются. Потому что, прочитав одну и ту же информацию, каждый из нас интерпретирует ее по-своему, и, соответственно, по-своему, может ее использовать в дальнейшем. И поэтому здесь как раз вопрос о том, что каждый исследователь для себя ставит, прослеживает ли он те последствия, которые будут от его исследования, то есть что он хочет проинформировать население, массы, донести какую-то информацию только для спецорганов, да, и как раз вопрос о заказах тоже был. То есть действительно есть заказы на международные исследования, которые на сегодняшний день кто-то просто закрывает, потому что для общественности это может вызвать резонанс, и мы не всегда можем просчитать последствия социальные, либо политические, либо экономические, которые могут как бы последовать за тем, как информацию мы принесем. Другое дело, что действительно эти исследования международные, они важны и нужны именно для того, чтобы анализовать проблему, рассмотреть комплексность и, соответственно, с разным точек зрения. И второе, мы живем в информационном обществе, и, соответственно, каждый из нас будет свободно мыслить и излагательную точку зрения. Демократия это позволяет и, в принципе, нас это защищает. Но, с другой стороны, мы, выбирая ту или иную тему, своего исследования все равно ограничены. Мы чаще всего ориентируемся именно на тот продукт, который мы можем дать. То есть на те прикладные исследования, которые можно потом будет использовать, донести, продать и так далее. И, соответственно, вот как раз двоякость этой демократии. С одной стороны, мы можем размышлять, о чем угодно, и размышлять именно, не доводя это до научных исследований. И, наоборот, доводя от данного научных исследований. С другой стороны, мы ограничены именно за данным общества и государства на то, что мы можем получить. Спасибо большое, Зоя Владимировна. Ну, я думаю, что на этом наша сегодняшняя дискуссия подходит к концу. И для подведения итогов круглого стола я бы хотела пригласить Силаева Зоя Владимировна, кандидата политических наук, доцента кафедры религиоведения. Я думаю, общие итоги по нашему сегодняшнему разговору Вы могли бы подвести. Продолжение следует... Во всех областях и получить то самое междисциплинарное знание, то по выходу, наверное, по окончанию данного мероприятия мы уже для себя определились с тем, что действительно междисциплинарные исследования сегодня важны и нужны. И они отражаются не только в нашей научной, но и в профессиональной деятельности. Поэтому говорить о том, что может ли быть специалист универсальным, действительно нет, не может. Но необходимы ли данные междисциплинарные знания? Да, они необходимы. Как минимум для того, чтобы именно анализируя, почему один человек думает так, другой так, и почему он мыслит именно так, а не по-другому, нам необходимо взаимодействовать и общаться. И я думаю, что наша сегодняшняя площадка, она как раз позволит нам это сделать и в дальнейшем получить научные продукты, которые можно будет презентовать и использовать в дальнейшем. Вот такой вот итог. Мы вместе пришли к выводу, что необходимо продолжать дальнейшую работу в рамках данного направления. Спасибо всем за внимание, за ваше участие.